Вот я с анекдота и начну. Он такой будет предисловием к лекции, он не случайно его рассказываю. Он старый, наверное, возможно, кто-то его слышал. Мышки в лесу живут, их все обижают. Лиса сожрать норовит в траве, на поле выйдут, ястребы за ними охотятся. Люди на дачный участок заползут, отравить норовят или мышеловку поймать. Что делать, что делать? Ему говорят, к мудрому филину идите за советом. Мудрый филин, что нам делать? Все нас обижают. А вы станьте ежиками, и никто вас трогать не будет. Они радостные. О, точно, надо стать ежиками, побежать. А как ежиками-то стать? Возвращаются к филину. Филин мудрый. А как стать ежиками? Это не ко мне, это тактика. Моя задача только стратегические вопросы поставить. Я не хотел бы оказаться в роли филина. Поэтому я надеюсь, что все-таки мы сумеем от жанра лекции перейти в жанр какого-то такого обсуждения, семинара. Поэтому я приветствую вопросы, возможно, возражения. Я думаю, что их можно будет и по ходу изложения задавать, чтобы не получилось так, что я филин, который рассказывает про стратегию, которого никакого отношения к реальным проблемам не имеет. Ну, я все-таки представитель института, который занимается макроэкономической тематикой. Мы называемся Институт народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук. Ну, и, соответственно, макроэкономический анализ, макроэкономический прогноз – это наша основная тематика. С этой точки зрения, конечно, мы не можем не радоваться тому, что происходит в Вологде, в том числе и в социальной сфере, и в экономике. Потому что, как мы знаем, в стране такой отчерпливый экономический кризис. Не очень он затянулся, не очень понятно, как мы будем из него выходить и что будем делать дальше. Разные точки зрения есть на причины этого кризиса, но одна из основных версий, что это все-таки не очень удачная макроэкономическая политика, которую на федеральном уровне соответствующий блок правительства осуществляет, и Центральный банк. Как сказал известный остроумец, но экономика в некотором смысле сильнее, и не все определяется макроэкономической политикой. Как сказал известный остроумец академик Ивантер, если бы эта макроэкономическая политика дошла до логического конца, то у нас бы спад минус 15% был, а так даже до 4% не добрались. Потому что материал сопротивляется. Сопротивление материала в данном случае это, конечно же, кроме экономических министерств, у нас есть министерство функциональное, министерство промышленности, министерство энергетики, транспорта. Они пытаются реализовывать какие-то практические проекты. У нас есть, и мы тут ближе гораздо к теме, регионы и муниципалитеты, которые со своей стороны пытаются что-то сделать в этих условиях. И как это происходит, мы прекрасно видели с вами вчера. Это те, кто не из Вологды, а в Алакжане видят, видимо, это каждый день. Конечно, население, конечно же, предприятие. Вот это сопротивление экономики в лице тех, кого я перечислил, и позволяет стране компенсировать то, что происходит. В экономике не очень хорошие вещи происходят. Мы практически ежемесячно это пересчитываем, потому что ситуация подвижная. Даже если инерция сохранится, 7 кварталов подряд мы в минус идем, то есть уже почти 2 года. Вроде бы там наш министр экономики, прозванный остряками водолаз, потому что все время дно кризиса ищет. Он говорит, что вроде вот оно уже где-то рядом. Ну, возможно. Но даже если так, и мы по инерции движемся, все равно у нас к концу года по нашему текущему прогнозу ВВП минус 1,7%. Промпроизводство чуть-чуть, видимо, вырастет 0,7%. Но, как видите, ВВП пока еще не вытаскивает. Это вот если будет все идти так, как идет. А у нас как-то как раз наш экономический блок вот именно этой позиции придерживается. Лучше пусть все идет как идет, оно как-нибудь само собой произойдет потом. Ну, вот по нашим подсчетам само собой вот к этому приведет. То есть мы продолжим пока находиться в кризисе. Вот. Ну, а теперь попробуем взглянуть на ситуацию с другой стороны. Со стороны, так сказать, городов и регионов, городов, муниципалитетов. Им-то что в этой ситуации делать? Ну, и, конечно, вот на предыдущей лекции она интересная была, но там, от кои вы помните, основной посыл. Государство должно помочь, государство должно действовать. Самоорганизация на низовом уровне это замечательно, но без помощи государства ни население, ни экономика ничего сделать не могут. Это, пожалуй, что правильно. Но не секрет, особенно тем, кто работает в муниципалитетах, власть на муниципальном уровне оказалась в страшной вилке. Она, с одной стороны, вроде бы отвечает за развитие экономики на своей территории и социальной сфере, с другой стороны, она в значительной степени лишена полномочий и, самое главное, финансовых ресурсов для того, чтобы такую деятельность осуществлять. И поэтому возникает вопрос, ну как? Вот помогать, ну как? И за счет чего? Вот. Можно следующий слайд? Тут я еще одну мысль пропустил, хотел ее высказать. Довольно часто, путешествуя по российским регионам, я вижу у местных представителей иллюзию, что можно развиваться как-то автономно от страны. Вот в стране будет все плохо, а мы сейчас поднапряжемся, у нас все будет нормально. Опыт показывает, вот прошедших лет, да и элементарно данные статистики, что это почти никогда не бывает. Что как развивается страна, так и развивается ее территория. Чуть быстрее, чуть медленнее, но не может быть так, что вся страна идет вниз, а территория процветает. Исключения бывают, там, господин мэр нам рассказал про достижения последнего года, да. Я вот помню, например, про ситуацию в дальневосточном федеральном округе в 2009 году, когда у нас ВВП на 7,9% упал, промышленность на 10,3%. В целом по России они выросли, соответственно, по валовому региональному продукту на 1,5%, а по промпроизводству на 3,9%. Но, вы помните, у них тогда наклевывался саммит АТЭС, и плюс строился трубопровод Восточный Сибирь-Тихий океан. В трубопровод вложили 744, по-моему, миллиарда рублей, а в подготовку саммита АТЭС почти 700 миллиардов рублей. И для относительно небольшой экономики Дальнего Востока это дало вот такой вот сумасшедший эффект. И, ну, это такое благоприятное стечение обстоятельств. Поэтому я и написал, что исключения не только редки, но и очень непродолжительны по времени. И сейчас, пожалуйста, саммит АТЭС у них прошел, после саммита АТЭС у них объем инвестиций на 35% снизился за 3 года. Ну и вот все, они уже перестали быть сильно опережающей территорией. К сожалению, вот я как прогнозист, не надо на меня обижаться, Я понимаю, что если исправляться ситуация в стране не будет, то и вологодским властям не удастся в течение долгого времени вот иметь такую хорошую опережающую динамику. Раньше или позднее проблемы настигнут. Ну, если в конце концов нету нормального федерального финансирования, ну что делать? Людей можно организовать, но нужны деньги на модернизацию, развитие инфраструктуры, как инженерный, транспортный, так и социальный. А их нету, собственных источников не хватает. Вот. Поэтому, ну, давайте все-таки... Можно следующий слайд? Пас... Так, ну тогда еще на следующий, что-то на этом ничего не видно. Значит, я предлагаю поразмышлять в рамках логики факторов производства. То, что там Жан-Батист Сей придумал в 19 веке еще, что есть такое основные факторы производства. Эта логика без особых изменений дошла до наших дней. Ну, давайте посмотрим, какими ресурсами располагает экономика города. Ну, вот это капитал, труд и земля. Да. Ну, вот именно для города вот эту триаду можно в неизменном виде сохранять. То, что там полезный ископаемый, научно-технический прогресс, то, что сейчас принято еще там в дополнительные факторы включать, это в данном случае не очень актуально. Ну, под капиталом мы будем понимать производственные мощности, существующие на территории того или иного города. Это труд, это, ну, в нашем случае это все-таки, конечно, население. Оно обеспечивает нас трудовым потенциалом. Земля, ну, это не только земля, но и вся недвижимость, которая расположена на этой территории. И потенциально, и на практике это и есть то, из чего мы можем получать доходы, ресурсы, которые можно использовать для экономического роста, для социального развития. Ну, тут я, наверное, такой вот наиболее корректно был бы измерять этот результат валовым муниципальным продуктом. Его, правда, никто не считает. Максимум спускается до валового регионального продукта. Но можно какими-то косвенными показателями, например, там, ну, попытаться через доходы бюджетов оценить вклад каждого из факторов в развитие нашего муниципалитета, нашего города. Давайте следующий слайд, Юль. Вот, значит, ну, наверное, можно, говоря о капитале, который находится на территории, наверное, можно говорить о предприятиях производственного сектора, это промышленность, транспорт, строительство прежде всего, предприятия коммерческой сферы услуг и предприятия бюджетного сектора. Ну, наверное, вы прекрасно понимаете, что они сильно по-разному функционируют, предприятия бюджетного сектора и предприятия коммерческой сферы услуг. Источники финансирования у них разные, поэтому их, наверное, логично разделить. Город Череповец примерно в одинаковых условиях. У них, хотя бы, 8% промышленности в Вологодской области. Ну, вы прекрасно знаете, что спорное довольно распределение налоговых ресурсов по уровням бюджетной системы, что, ну, точно не скажу, но близко к соотношению 60 на 40 федеральный бюджет, региональный бюджет распределения налогов, а внутри регионального бюджета, так, в среднем 85% регион, 15% муниципалитет. А Вологда у нас, вот, к сожалению, именно город Вологда, у нас именно муниципалитет, и в данном случае перераспределения в пользу регионального бюджета происходят. При этом, напоминаю, что основной налог, который поступает в местные бюджеты, это налог на доходы физических лиц, НДФЛ, тут очень сильно все зависит от числа работающих на территории и от размеров их белой зарплаты, с которой НДФЛ и платится. Остальное это все мелочок, там, налог на землю, какие-то местные налоги, я так понимаю, что по отношению к НДФЛ и Вологда, их доля не очень велика. Значит, поэтому, теоретически, конечно, отдачу от капитала можно повышать, но если вы посмотрите, вот, факторы, снижающие отдачу от капитала, и вы увидите, что там все зависит от внешних каких-то сил. Экономический рост в стране, ну, и объемы производства, ну, это в целом в стране, вы не можете на внутреннем спросе действовать. Вот мы со Светланой Теребовой тут позавчера были на одном весьма успешном, небольшом предприятии, которое, вот, кризиса не испытывает, и последние годы наращивает объем производства, производя, там, пластиковые стаканчики, пластиковые коробки, там, оснастку кое-какую для машиностроения. Вот, ну, когда мы задали вопрос, а вот объем сбыта внутри Вологды, говорят, ну, 10% это в лучшие годы, все вовне. То есть, если бы они только на Вологду работали, они бы так быстро не росли. Поэтому, если экономика страны падает, то и вологодские предприятия не могут толком развиваться. Я записал во внутренние факторы, снижающие отдачу от капитала, допустим, состояние инфраструктуры, ну, теоретически, да, город вроде бы может, и даже где-то обязан развивать инфраструктуру, но когда нет источников финансирования, ну, получается, тоже все зависит от притока финансовых ресурсов извне. Единственное, на что город, мне кажется, в современных условиях может влиять, это на качество обеспечения предприятий трудовыми ресурсами. Косвенно, ну, вот, можно как-то, и мгновенной отдачи, понятно, не будет. Ну, здесь, вот, там, какие-то переобучения безработных, я говорю, только в какой-то мере, в какой-то мере. Давайте на следующий слайд, Юля. Вот. Вот труд. Ну, здесь, кажется, здесь это население города, прежде всего, экономически активное, это, как там, по науке, это с 15 до 72 лет, но, как мы вчера видели, не только в пределах этого возраста можно делать население активным и даже экономически активным. Вот здесь наши хозяева большие молодцы. Ну, и приезжие работники. Для Вологды не очень актуально, хотя, я думаю, из окрестностей тоже приезжают люди на работу. Ну, вот, пожалуй, это, наверное, тот фактор, где хоть какие-то возможности у городов и муниципалитетов есть. Честно говоря, я сам не вижу, что я там понаписал. Что-то умное, помню, писал в части факторов, снижающих отдачу от труда и в качестве внутренних и внешних, в качестве факторов, повышающих отдачу от труда. Но, да, конечно, здесь ничему я в Лакжан научить не смогу, потому что вот ровно то, про что у меня написано, ровно все то, это они прекрасно понимают, качество социальной сферы, качество городского сообщества, способность городского сообщества к сотрудничеству, к приятию совместных действий. Все это в Володе, как мы видели, прекрасно осознанно и используется как основной ресурс. Здесь о чем можно еще сказать? Что, ну, фактически, когда мы вот к волонтерскому движению апеллируем, пытаемся людям предложить, ну, вы сами это все-таки постарайтесь как-то сделать, вот, вроде бы, как бы, за бесплатно мы предлагаем людям поработать, и это нехорошо. Но мне кажется, здесь какой можно навстречу аргумент выдвинуть, что людям надо объяснить, людям надо показать, у наших хозяев, по-моему, это тоже неплохо получается, что в конечном счете, благоустраивая городскую среду, они работают на себя. Они, это, это бесплатная, но не безвозмездная работа. Они возмездность получают в виде повышения, улучшения качества городской среды, в виде того, что в городе улучшается атмосфера, обстановка, ну, это хорошо, как и для самих горожан, ну, также это хорошо, например, для туристов. Ну, вот, кто в Европе бывал, наверное, виден, вот, там, условный город Париж, там, много недостатков, но если вы с картой там вот встанете обозревать что-то, довольно часто к вам подойдет какой-нибудь парижанин, скажет, месье, могу ли я вам чем-то помочь, что-то куда-то проводить, показать, и, конечно, ну, вот такое отношение местных жителей к туристам вызывает желание там приехать сюда еще раз, всем рассказать, а вы знаете, как вот в Париже здорово относятся к туристам, не все, в черные пригороды, и арабские ездить не надо, там иначе к туристам относятся, вот, и здесь, конечно, все равно возникает отдача, но это должны, тут вот еще, конечно, сложная задача, это не должны понимать только эксперты, это не должны понимать только власти, это в первую очередь должно понимать население, что в значительной степени, делая так, вот, работая над улучшением окружающего мира, как бы бесплатно, оно работает на самом деле на себя, на свое лучшее будущее, это надо как-то стараться объяснять. Ну, давайте, следующий слайд, земля, недвижимость, самая противоречивая сфера, мы знаем, что многие муниципалитеты увлекаются развитием жилищного строительства, потому что, вот, чем больше строишь, тем, в конце концов, больше доходов в городской бюджет поступает, и в принципе, по крайней мере, на бумаге, растет уровень жилищной обеспеченности, там, решаются, можно расстелять там ветхое аварийное жилье, и все, но, тут вот, какая палка о двух концах, чем лучше у вас все это развивается, чем качественнее у вас новые жилищные кварталы, тем выше цены на жилье, хотя формально вы получаете дополнительные доходы в бюджет, но вы сталкиваетесь с тем, что у вас очень быстро, ну, вот последние годы, вы знаете, у нас очень быстро росли цены на жилье, а доходы людей отнюдь не так быстро росли, и получается, что вы в заколдованный круг попали, что, а ваше население, которому вы хотите улучшать жилищные условия, оно не может покупать новые квартиры, они очень дорогие, поэтому вот тут какую-то золотую середину надо искать, что, да, конечно, надо улучшать городскую среду, но как-то пытаться, чтобы цены на жилищные активы не росли очень быстро, чтобы вот это не оказалось тупиковым направлением развития, хотя формально, да, вот растут цены на активы, растет арендная плата, городской бюджет вроде бы больше денег получает, но потом он же львиную часть этих дополнительных денег на решение дополнительно возникающих проблем тратит. Ну, давайте следующий слайд. вот здесь я коротко обобщил на этом слайде, что город может пытаться сделать, не обязательно ворога, любой город, для того, чтобы повысить производительность факторов, которые обеспечивают наш результат для городской экономики. Но, повторюсь, у меня сложилось впечатление, что в современных условиях, конечно, единственный ресурс, из которого город может что-то значимое выжить, это труд, трудовые ресурсы населения за счет собственных усилий. Что касается факторов капитала и факторов, связанных с землей, то все-таки здесь город, очень любой муниципалитет, очень сильно зависим от внешней среды, и здесь надо, очень надо всем территориям, чтобы экономика страны развивалась хорошо и быстро. Ну, так вот, балансовые расчеты показывают, что если темпы экономического роста в стране будут 5-6% в год, а мы считаем, что это не только нужно, но и вполне возможно, закрываться будет большая часть проблем, в том числе и социальных. Ну, сейчас вы знаете, что де-факто даже по номиналу уже пошли урезания федеральных расходов в социальной сферы, в здравоохранении, в образовании, в науке и в других подобных сферах. Если мы учтем инфляцию, выяснится, что еще хуже ситуация, ну, скажем, даже по официальной статистике реальные доходы населения за 14-15-е годы провалились на 10%, в этом году еще процентика 4 набежит снижение реальных доходов, ну, прибыл расчета падения доходов в социальной сферы нет, но можно предположить, что и реальные доходы социальной сферы, в том числе и те доходы, которыми могут распоряжаться муниципалитеты, тоже близки к 15%. То есть, вот, да, я чувствую, что мне готовы привести примеры, когда реальные доходы социальной сферы провалились гораздо сильнее, чем 15%, ну, в среднем по стране, ну, я не склонен обвинять наших статистиков, их часто любят обвинять, что они там что-то перевирают, ну, бывают немножко иногда, ну, совсем по мелочи, в общем, они обычно более-менее адекватно отражают действительность. Ну, и в этом смысле, ну, наверное, надо похвалить Вологжан, Вологодскую городскую власть, я в данном случае и как обыватель, и как эксперт, да, потому что они уже довольно давно определились с верным направлением, по-не, видимо, я не знаю, я не общался ни с мэром, ни с его помощниками по экономике, как они принимали решения, но что-то мне кажется, что они что-то подобное обсуждали, прикидывали и поняли, что главный ресурс это люди, главный ресурс, на который они могут воздействовать, главный ресурс, который они могут вовлечь, это все-таки люди, и это... Я бы уточнил, Андрея, что мы ни в коем мере не рассматриваем людей как ресурс. Извиняюсь, да. То есть, мы говорим о... Вот, то, что говорил сейчас Глеб как раз, об энергии людей, и вот этот принцип со... со... ответственностью. То есть, власть занимается своими делами, а люди заниматься должны своими делами. И вот, вы сами, условно говоря, думайте, как повысить уровень вашей жизни, что для этого нужно. Мы готовы вам создавать условия, но мы за вас не будем решением принимать, то есть, чем вам будет заниматься. То есть, именно... Потому что, опять же, ресурс людей, это, условно говоря, 8 часов, поработал там, да, ну, что-то произвел, там, не знаю, какой-то там, 10 кирпичей. Ну, это в конкурсе, да. А вот, когда мы задействуем энергию людей, когда люди начинают думать, да, то есть, когда люди начинают что-то придумывать, и тогда вот та фантастическая страна, в которой мы все живем, да, она и получается. То есть, мы можем придумать чего-то, чего, ну, собственно говоря, никогда не было, и эффективность этого, в десятки раз выше получается, чем обычная производительность труда, и когда мы говорим об этом как о ресурсе. Ну, в экономии слово, выражение трудовые ресурсы, оно не очень хорошее, да, вот в таком, в эмоциональном смысле, есть еще хуже выражение, рабочая сила, вот, да, значит, оно еще такую более неприятную эмоциональную окраску несет. Ну, что делать, мы вот, я тут, Светлана, вот, такие профессиональные эксперты, мы привыкли оперировать такой терминологией, да, вы уж нас извините, кому это режет слух, но это ресурс. Но я соглашусь с вами, Константин Алексеевич, в данном случае, как философы говорят, момент диалектический, ведь люди, это не только ресурс, это и цель, да, значит, один очень умный человек, умнее не встречал, как-то при мне рассуждал, что говорит, а для чего нация живет? Ну, для того, чтобы появлялись великие художники, великие писатели, великие композиторы, мы можем, наверное, с полным правом добавить, что, наверное, еще и для того, чтобы появлялись красивые города с дружным, благожелательным, гостеприимным населением, города, которыми можно гордиться, города, которые хочется посещать, наверное, это тоже задача нации. И в этом смысле, ну да, наверное, наши дорогие хозяева шли от другой логики, а не от целевой логики, для чего все это шли. Но одновременно получилось так, что они одновременно гораздо лучше задействовали людской ресурс в социально-экономическом развитии. Ну, и я попытался доказать, ну, кто-то, может быть, и поспорит со мной, не знаю, что вот, а вот это, во-первых, правильный выбор, а во-вторых, альтернативы-то особой нет. Не имея возможности воздействовать на производительность капитала и земли, надо надеяться на людей, тем более, как справедливо было сказано уже неоднократно на этом форуме, народ у нас хороший, особенно женщины. Значит, я согласен, кстати. По вопросу земли, да, это тоже основной ресурс муниципалитета. На землю мы как раз, если у нас ее опять же не отберут, но вот с учетом распределения полномочий, как произошло в других городах, в сельских поселениях, местная администрация, она уже землей практически не распоряжается, потому что, условно говоря, село, а вокруг села там поля. И вот эти поля это уже собственность сельхозпроизводителей, то есть местный муниципалитет на нее влияние коньевит. То есть замыкается все на поселениях. И еще лес, который тоже, собственно говоря, администрация уже местная не распределяется. То есть для городов это еще не так, скажем, жестко, а вот для сельских поселений это вообще прямо критическая ситуация. А у города в принципе земля является основным ресурсом. То, что вот как раз мы можем дать, например, бизнесу, малому бизнесу и так далее, мы можем дать землю городскую. Ее, конечно, мало, поэтому не обеспечена коммуникациями. Но, по крайней мере, вот этот ресурс у нас все-таки пока еще сегодня у нас стоит. Чтобы оптализировать ее, конечно, землю. Ну, и еще, и еще дальше. Это уже я сказал. Ну, да, еще один слайд, пожалуйста, не будем затягивать. Все-таки, что, ну, все-таки, все-таки, еще довольно часто существует при обсуждении экономических действий такая иллюзия, что вот можно найти такую волшебную палочку, золотое звено, за которое потянул и все-все-все пошло. Ну, опыт показывает, что на самом деле почти всегда двигаться возможно только по пути небольших частных улучшений. Надо везде искать возможности для улучшения, для развития и в совокупности это поможет достичь больших результатов. И надо обращать внимание в этом смысле на все. с точки зрения муниципальных властей, хотя ресурс, повторюсь, очень ограничен, мне кажется, с части поддержки производственной сферы должно быть два основных направления. Во-первых, надо выискивать экономически перспективные производства. Как их выискивать, что они догадываются, что они экономически перспективные? существуют достаточно известные методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Они, конечно, с недостатками, но, в принципе, если проект эффективен, это более-менее сразу видно. Светлана, кстати, большой специалист, я, может быть, даже, наверное, лучший в городе и в области, обращаюсь к ней, если там чего, по оценке эффективности инвестиционных проектов самого разного рода, в том числе и высокотехнологичных стартапов, что сейчас модно. И если администрация города видит, что да, вот эти мы проанализировали, похоже, толк будет, то, конечно, таких надо поддерживать, пусть даже и с помощью довольно ограниченных ресурсов. Второе важнейшее направление это поддержка социально значимого бизнеса. В наших российских условиях, да и не только, это, как правило, поддержка бизнеса, создающего рабочие места. Лучший человек получает небольшую зарплату, но способен прокормить себя сам, чем если он будет жить на пособие по безработице. И опять же, на него будут расходоваться бюджетные деньги. Как правило, это малый бизнес, в этом случае можно, как все понимают, несколько мягче отнестись к критериям эффективности, ну, потому что если человек не безработный, а где-то работает и получает заплату, это уже само по себе лучше, чем другая ситуация. Ну, опять же, вспоминаем, что от НДФЛ какая-то часть денег поступает в муниципальные бюджеты, и в этом смысле чем больше рабочих мест, то тоже лучше. ну, что там я еще хотел сказать, наверное, 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 особо, я вот хотел один сюжет, я не понял, кстати, вот, может быть, в Алакжане мне ответить сейчас, скажем, вот, развитие социальной сферы оно по-разному может идти направлением, в том числе, конечно, важнейшая часть это развитие социальной инфраструктуры. Мы знаем и видим, что Волок детям занимаются довольно активно, но, вот, например, в послевоенной Франции было решено, что важнейшим направлением развития социальной сферы, напрямую влияющим на здоровье, является качество воды. водопроводной. И массово по всей Франции были на государственные кредиты созданы или модернизированы системы водоснабжения. Если кто во Франции бывал, тебе, наверное, вспомнишь, что везде кран откроешь, вода отличного качества. Вот, понятно, что это дело дорогое, и во Франции после военной с деньгами было туго, тогда создавались специальные технологии финансирования, так называемые кассы накопления и сбережений, они как народные трусберкассы, то есть население скидывалось деньги, а потом эти гортрусберкассы при государственной поддержке, при государственных субсидиях вкладывали деньги в развитие социальной инфраструктуры, прежде всего, городов, и значит, на это дело модернизировались системы канализации, системы водоснабжения, где необходимы энергоснабжения, я прекрасно знаю, что у нас в России, к сожалению, системы финансирования в виде вот таких вот сберкасс нету, и наш сбербанк, он явно склоняется в сторону существования, как обычный коммерческий банк, и очень мало субсидирует социально значимых проектов, хотя пользуется деньгами населения, вроде, и пользуется прямой господдержкой, вот, и здесь много вопросов к тому же центральному банку, и к министерству финансов, почему у нас такая система в институциональном смысле не создается, но все-таки вот хотел задать был вопрос Константину Алексеевичу, а что вы в смысле водоснабжения делаете в городе, хотя денег, конечно, из меня не получить сейчас? Ну вот я хочу прорекламировать, вот вода, которая стоит, это на самом деле не все, я думаю, жители даже в этом еще знают, даже, вот, это вот вода, которая производит наш водоканал, цех по производству этой питьевой воды запустился буквально где-то месяц назад, вот, поэтому это наш новый продукт, водоканал, теперь стал наш водоканал местный продавать воду и бутылка очищенную, вот, это тоже такой немаленький был достаточно инвестиционный проект, а что касается системы водоснабжения, то есть мы, в принципе, привели в порядок в последние годы, вот, все, водоканал на входе, то есть, из рельефа забираем воду, очищаем, там, ультрафиолет, в общем, все, то есть вода выходит, ну, очень чисто, то есть, если выясать очистных на входе, и мы проверим модернизацию очистных на выходе, то есть, вода в речку сливается тоже лучше, чем вода в этой речке, там по некоторым там примесям, там, ну, сотни раз примеси, то есть вода в речку реально стекает чаще, чем она там есть, но больше 500, даже не 500, наверное, да, то есть больше на 1000 км сетей по городу, и вот, собственно говоря, вот, то есть мы ее очищаем, потом пускаем старые трубы, трубы, и там она портится, соответственно, вот эта жарщина, там, которая накопилась, она там, ну, где-то прорывы там, то есть существует, там, то есть вот, то есть сейчас самая главная проблема, причем это вот, модернизации, там и там, мы делали, опять же, вопрос о длинных, дешевых деньгах, целевых, мы делали за средства, в том числе, банка реконструкции и развития, ИВРР, вот, огромный, контракт, вот реально такой толщины, это просто, чтобы деньги взять, ну, то есть усилий на получение этих денег, и потом по отчетности за этим, какое-то колоссальное количество, то есть, и, а сейчас с учетом вот этих вот курсов, ну, это вообще, то есть, по-моему, ИВРР еще в рамках санкций перестал, вообще нам кредиты давали, да? сейчас уже и этот, даже источник закрылся, ну, ну, загадка, почему наши собственные банки, в том числе, с госучастием, в таких программах участия не принимают. понятно, что это монополия, такого местного уровня, никуда она не денется, то есть, платежи все просматриваются и так далее, вот, и сейчас вот самая главная проблема в городе, это именно реконструкция вот этих вот сетей существующих, чтобы они воду доставляли, вот чистую воду доставляли, и там квартиры именно чистую, в том числе, это и стояки в домах, ну, стояки в домах, опять же, сдача управляющей компании, там тоже работа идет, а вот от водоканала до дома, вот, что здесь делать, поэтому, ответа нет, то есть, частными, конечно, какими-то там, тут поменяли, там, ну, частично, где можете, что, ну, понятно, сейчас в Лосту, например, это тоже вопрос развития периферии, для Лосту, например, там, 6 километров, мы протянули водовод, то есть, в Лосте централизованного водоснабжения не было вообще никогда, в истории, а там живет на 6 тысяч человек, ну, это я не знаю, то есть, туда, опять же, буквально, там, несколько недель назад мы провели центральный водопровод впервые, вот, в истории этого поселка, то есть, они, до этого, они были скважины, и, собственно говоря, они, вот, значит, поселок Папус. Поэтому, вот, опять же, все вопрос, вот этой вот системной, политики. я, я это тоже понимаю, я на самом деле, задавал вопрос, догадываясь о том, каким, в принципе, будет ответ, что все знаем, все понимаем, но доступ к финансированию фактически отсутствует, только за счет собственных крошечных ресурсов можно что-то мелкими порциями изменять. И так, ну, я думаю, 95% муниципалитетов в стране в такой же ситуации находятся. Причем здесь интересный вот момент, многие навязывают всякие там механизмы ГЧП, там, концессию, давайте мы водоканалы идем в концессию, там, кому-то и так далее. Вот они, в данном случае, проблемы это все равно не решают, потому что, условно говоря, то, что ты старые сети заменил на новые, ты больше зарабатываешь, ты денег-то выложил, там, условно говоря, миллиард, ну, ну, да, расценки особо не повысишь. Расценки не повысишь, то есть, дополнительных, то у тебя, ну, там, меньше потерь станет, например, да, но и то, как бы, у тебя... Ну, что, меньше потерь у тебя, ты с граждан меньше соберешь, ты на них уже потери не переложишь, не переложишь. Тут тоже такой забавный момент, да. Тоже интересный очень момент, ну, вот, по сути дела, завершили реформу жилищно-коммунального хозяйства, о которой многие-многие годы говорили, то есть, у нас везде счетчики теперь стоят, ну, наверное, во многих городах, то есть, как-то это незаметно прошло, но на самом деле, это был, как бы, очень системный большой сбег, то есть, переход на счетчики. У нас практически, ну, там, 95%, да, то есть, квартиры оснащены счетчиками воды, тепла, там, да, и так далее, газа, и мы видим сейчас очень серьезное снижение потребления воды, то есть, соответственно, ну, для людей это хорошо, для водоканала это плохо, потому что водоканал не получает вот вручную. Ну, да, раньше он за свои потери брал с граждан, а теперь сам должен за них платить, да. И вот эта вот системная тенденция, то есть, каждым годом город потребляет воды все меньше, то есть, для экологии хорошо, ну, хотя, было хорошо, наверное, вот, для, значит, жителей хорошо, но вот для города, для экономики, вот, муниципального предприятия, для вот этого канала, это, конечно, поэтому они вот и вкладываются, чтобы вот, новым домам протянуть, вот там, и так далее, чтобы потребители себе, у нас даже есть очень интересный проект, ну, на колонке, которые, вот это, кстати, вопрос инновации, да, то есть мы колонки, которые в городе есть, вы знаете, где подошел, по-моему, на эту году, они поставили, колонку, по которой, в общем, по электронным картам работает, по картам забыла, то есть, условно говоря, ты подходишь с карточки колонки, то есть, нажимаешь на, ну, то есть, ничего не течет, она как бы заблокирована, ты, значит, карточкой оплатил, и колонка заработал, а когда я это увидел, там, ну, ну, что себе, прогресс зашел, ну, по крайней мере, это снижает, например, вопрос, там, что машины моют, вот, ну, да, да, и так далее, да, да, нет, хорошая, на вас, что там говорить, хоть маленькая, но хорошая, маленькая, например, когда вы начинаете думать о чем-то, ну, мне никогда бы не пришло в голову, поставить на колонку, вот эту вот, ну, какой-то вот, забирающаяся по электронной карточке, в устройство, граба, да, но пока это еще у нас не повсеместно, да, ну, оно-то от тех денег не стоит, что-то выиграешь, там, это копеечный выигрыш, а, тебя кто-нибудь за шкирку схватишь, что-то ломаешь, там, оно того не стоит, это же не банкомат, в конце концов, взломает, это решение вот есть, например, да, для этой программы, технически, очень такое интересное. Ну, ладно, я тогда закругляюсь, потому что все утомились, я просто два последних, две последних коротких мысли хочу высказать, что делать, это уже, наверное, соображение к нам, ко всем, да, что пытаться сделать в этих условиях, мы видим, что мы можем решать вопрос как-то тактически, вот, мелкие, пусть даже очень красивые улучшения, в виде колонки, с этой работающей при помощи магнитных карточек, но стратегически эту проблему не решает, что-то делать, и не только в масштабах Вологды, но и в масштабах всей страны. Нет, конечно, есть еще одна технология, это первая моя мысль, это выбить из федерального центра деньги под какое-нибудь грандиозное событие, или они сами выбьются, сказать, там вот Сочи повезло, там Олимпиаду провели, город в прекрасном состоянии, кто бывал, тот видел, там Владивосток, под саммитом дали деньги, город в прекрасном состоянии, кто видел, тот знает, вот, там, в Ярославле тысячелетие было, они тоже хорошо там улучшились, как вы знаете, благодаря этому юбилею в Вологде ничего не грядет, да, так только если случайно, ну да, Казань, говорят, так и сделала, да, чтобы получить деньги на свой юбилей, что-то там они срочно монету какую-то нашли, вот, ну или же, вот глаз начальства упадет, а вздумает, о чем нам в Вологде, какое-нибудь грандиозное мероприятие, я помню, в Томске какой-то российско-немецкий саммит проводили, Меркель должна была прилететь, потому что там в Томской области есть небольшая колония немцев, ну, вроде как, и губернатор некоторое время, даже этнический немец был, вот, вот там проведем, и им тоже так неплохо денег отсыпали под это мероприятие, это, опять же, это наполовину в шутку, потому что это теоретически возможно, практически это не решает проблем страны целой, просто на какую-то территорию небольшой денежный дождь пролился, вот так случайным образом, ну, вот, вот мое личное мнение, можете не соглашаться, можете нет, мне кажется, не слышен голос регионов в центре, все-таки надо пробиваться, в центральные СМИ, надо, вот, что, как-то надо, чтобы, вот, не только тексты абстрактных столичных теоретиков, там появлялись, и экспертов, или там, ну, все-таки, вот, да, вот вы хорошо, тут все, тут, как там товарищ Сахал говорил, да, все правильно написал, да, все хорошо, все правильно написал, да, но, слушайте, вот, давайте теперь посмотрим на то, что вы предлагаете, и то, что вы делаете, вот, допустим, в Министерстве экономики, в Министерстве, тем более, финансов, там, Минэкономики, еще что-то там, про реальные проблемы дуют, в Центральном банке, а теперь посмотрим, во что это выливается на уровне регионов и муниципалитетов, но ведь это же реальные драмы, реальные драмы, недофинансирование здравоохранения, недофинансирование образования, я вот знаю, что у наших коллег из Института социально-экономического развития территории реальная, на мой взгляд, драма произошла, когда они вынуждены были закрыть филиал питерского инжекона, там, которым там очень удачно руководили, очень удачно образовывали там вологодских молодых людей, но вот там Минобр затеял свои реформы, и вот прямой жертвой пал этот, кстати, работавший, по-моему, лучше, чем головной вуз, этот вологодский его филиал, вот, ну, правда, там головной вуз пал жертвой там объединения, их приписали к финеку питерскому, значит, значит, в питерский финек сказал, что ребята принимайте в Вологде только по-нашему ЕГЭ и за наши же питерские деньги, молодые люди понятно сказали, ну, раз это в Вологде столько стоит, тогда мы за эти деньги, естественно, в Питер поедем, или не поедем вовсе. Кроме того, понятно, что вологодский филиал образовывал тех молодых людей, которые не собирались Вологду покидать, да, они тут, а сейчас они остались вот в это без возможности получать довольно приличного качества образования. Я почему знаю, преподаватели из нашего института ездили читать лекции здесь, когда я их спрашивал, как вы оцениваете уровень вологодских студентов, они говорят, ты знаешь, вполне прилично, я вот там в Московской школе экономики читаю лекции, там не сильнее студент, чем вот в этом вологодском филиале. Ну, он платный, правда, мышка, она платная, но мышка от Московской школы экономики. Ну, вот, в общем, Владимир Александрович Ильин создал приличные вуз региональный, дававший качественное образование. Пал чисто, жертвы чисто бюрократических упражнений. Просто... Совершенно верно, вы говорите о роли вот филиалов, в том числе, вузов, да, крупных там, московских, и других, именно с точки зрения демографической ситуации. Мы видим, мы видим, например, вот, в 15-м году, то есть у нас вперед, опять же, там, там, три-четыре года, у нас миграционный отток, минус, там, 18 человек, да, то есть, до этого приезжал, там, полторы-две тысячи, буквы, причем, потому что, причем, приехал людей столько же, сколько и до этого приезжал, а вот приехал, чуть-чуть все-таки больше, чем приехал, то есть, хотя до этого уезжало меньше, там, где-то на полторы-две тысячи человек, чем уезжал. то есть, как раз, полторы-две тысячи человек, во многом, это и есть, вот это вот, ну, скажем так, так называемая реформа образовая, да, да. Потому что люди, ну, уезжают, потому что, понятно, там, бюджетных мест практически, здесь, вот, вологи, там, кот там плакал, да, там, оплата, там, большая, а где-то хочется получить, где-то и другие профессии, там, да, экономистов, юристов, все объявили, там, чуть ли теперь не главными врагами народа, на них там, да, то есть, хотя, попробую нормального юриста экономиста найти, особенно, кстати, экономистов, ну, видим вот эти все бизнес-планы, которых нам приносят, там, там, видно, что там экономист, там, даже его не смотрел, там, ни один, вот, поэтому, вот это вот влияние, ну, как вот в школу, есть такая поговорка, нет школы, нет деревни, она известна такая, да, а вот нет вуза, нет города, в большом счете, можно добавить, потому что, вот, следующая ступень, образования нет, нет техникума, нет вуза, нет города, делать здесь понадобие, по большому счету, нечего, все хотят образоваться, все хотят, потом жить, работать, вот, я честно скажу вам, я не знаю, как сделать так, чтобы голос регионов лучше звучал, в центре, чтобы к нему больше прислушивались, так сказать, так сказать, мы вот в нашем журнале, он московский, и по всей стране распространяется, публикуем статьи наших коллег из Вологды, конечно, но это научный малотиражный журнал, вот, коммерция правит бал на нашем телевидении, там лучшие сюжеты в стиле желтой прессы пустить в прайм-тайм, а проблема регионов, ну, надо тогда, может быть, пробиваться как-то дополнительно в Госдуму, что-то, вот, что-то мне в этой ситуации не нравится, вам, я думаю, тоже, вот, ну, ладно, я закончил, готов ответить на вопросы, если таковые возникнут, субтитры создавал DimaTorzok